Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о послании святого апостола Павла к филиппийцам. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Павел, как всегда, начинает с приветствия, и он включает в это приветствие своего любимого ученика Тимофея, и он определяет себя и Тимофея как рабов Иисуса Христа. В современном словоупотреблении слово «раб» носит такой вот негативный характер, рабов в рай не пускают и прочее, и прочее. На самом деле в Библии слово «раб» означает человек, принадлежащий другому. В античном мире раб мог занимать достаточно высокое положение, мог распоряжаться другими рабами, мог быть домоправителем, мог жить достаточно комфортно, но его статус как раба определялся тем, что он принадлежал другому человеку. И вот говорится о том, что они рабы Иисуса Христа. При этом мы можем вспомнить, что рабы были не обязательно забитыми, угнетенными людьми, которые ворчали там на своего хозяина, мечтали его убить. Мы читаем, например, в Верхнем Завете, как Авраам вооружил рабов своих рожденных в доме, его 312, если не ошибаюсь, человек, и преследовал неприятелей Дадана. То есть Авраам был уверен, что рабы, если раздать им оружие, они не только не поднимутся против него, наоборот, они будут сражаться и рисковать своими жизнями ради того, чтобы сражаться за своего хозяина. То есть слово раб означает человека, который принадлежит другому и может служить ему с искренней преданностью. С епископами и диаконами. И мы видим здесь уже существование церковной иерархии с самого начала епископов и диаконов. Богодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. «Благодарю Бога моего при каждом воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благоествовании от первого дня даже до ныне». Апостол начинает свою беседу с филиппийцами с того, что он благодарит Бога за них. И это очень характерное поведение для апостола. Он всегда подчеркивает свою благодарность за других людей и свою любовь к ним. И даже когда ему нужно подвергнуть людей критике, в чем-то их поправить, он всегда начинает с чего-то теплого, с чего-то позитивного, с чего-то, за что он может искренне поблагодарить Бога в их жизни. И этим он показывает нам пример, что мы должны быть благодарны Богу за себя и за других людей. Потому что наша падшая природа побуждает нас подмечать недостатки. Она побуждает нас выглядывать, зацепиться, чтобы уничижить в людях. Но апостол Павел подает нам пример того, что мы, наоборот, должны видеть, за что мы должны человека поблагодарить и за что мы должны поблагодарить Бога за его действия в жизни этого человека. И он благодарит филиппийцев за участие в благоествовании. То есть благоествование — это не дело исключительно апостолов, это дело всех христиан, и каждый христианин призван участвовать в благоествовании. Конечно же, это не предполагает, что как-то делают некоторые религиозные сообщества, мы должны брать человека за рукав и спрашивать, дорогой друг, спасен ли ты. Это может, наоборот, людей только оттолкнуть и испугать. Но мы призваны быть свидетелями истинно православной веры везде, где мы находимся. И мы должны быть готовы, как пишет апостол Петр, всякому требующему нас отчета в нашем уповании, дать ответ скротости и благоговения. Для этого мы должны поучаться в Писании, и для этого мы должны поучаться в нашей православной вере. Мы должны прилагать усилия к нашему духовному самообразованию. И далее апостол продолжает, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. О ком здесь идет речь? Очевидно, о Святом Духе, который начал доброе дело в филиппийцах. И здесь мы сталкиваемся с очень интересным богословским вопросом о соотношении человеческой воли и богодати. Мы видим здесь, как апостол благодарит за поведение филиппийцев Бога. То есть он благодарит не только их самих, он благодарит Бога и даже Бога в первую очередь. Филиппийцы являются христианами, они боговествуют, потому что это Божий дар. Это сверхъестественное деяние Бога в их жизни. Не что-то такое, что люди произвели в своей жизни сами. Есть множество грустных шуток про то, как человек хочет начать свою жизнь с понедельника, про то, как он хочет полностью перемениться, про то, как он хочет оставить какие-то дурные привычки и изменить свой ужасный характер. И ничего подобного не происходит. Человек вновь и вновь возвращается на круги своя. Человек вновь и вновь возвращается к своей прежней жизни. Потому что даже когда человек не хочет жить так дальше, даже когда ему противно, он понимает, что так нельзя, что он себя губит, он не может. Он не может вырваться из плена греха. И благодать — это не то, что человек стиснул зубы и проявил силу воли. Благодать — это сверхъестественное спасительное вмешательство Бога в человеческой жизни. И благодать Божия изменяет человеческий характер, изменяет его систему ценностей, изменяет его устремления. И Бог действует в жизни человека, совершая в нем доброе дело. И Бог меняет жизнь христианина своей благодатью. Но иногда задаются вопросом, какую часть работы делает человек, какую часть работы делает Божия благодать. Но сама постановка вопроса представляется тут ошибочной, потому что Бог и человек — это не двое рабочих, которые разделяют фронт работы. Когда я был дворником, я чистил от первого подъезда до третьего, а следующий дворник чистил дальше. Такое разделение фронта работы, оно не существует, когда мы говорим о благодати, потому что мы не могли бы и пожелать спасения, мы не могли бы и помыслить о нем, если бы благодать Божия не касалась нашего сердца. Но Священное Писание много раз нас увещевает принять эту благодать, не противиться ей, потому что человек склонен противиться Божией благодати, человек склонен отвергать настойчивое приглашение в Царство Божие, которое ему посылает Святой Дух. И вот апостол уверен в том, что Бог будет действовать в филиппийцах. И наша надежда на спасение, наша надежда, что мы устоим в вере, наша надежда, что мы совершим наш путь, она основана, конечно же, не на нашей доброй воле, она основана на сверхъестественной Божией благодати. Бог действует в нашем сердце, и Бог приведет нас к спасению, Бог будет совершать свое действие даже до дня Иисуса Христа. Исходя из этого, мы должны благодарить за все доброе в нашей жизни и за все доброе в жизни других христиан, конечно же, Бога, который действительно является источником всего этого доброго. И мы должны признавать, что если бы не имелось Божия, если бы не благодать Божия, мы не имели бы ничего, мы бы погибли немедленно. Как говорит блаженный Августин, если бы ты меня не сохранил, я бы все грехи сделал. И это не просто такие его богочестивые слова, не какое-то нарочитое самоуничижение, это констатация факта, что если бы благодать Божия оставила нас на самих себя, мы бы немедленно провалились в ад. Как говорит Второй Оранжеский собор, в одном из своих утверждений, никто не имеет ничего своего, кроме обмана и греха. Это звучит жестко, но это правда, потому что все, что у нас есть доброго, ведущего к спасению, есть дар Божия и богодати. Это может быть несколько жесткой, суровой новостью, потому что мы всегда имеем привычку надеяться на себя, но эта новость на самом деле является невероятно утешительной, потому что мы можем полагаться на Бога, что он нас не бросит и будет совершать в нас дело спасения. При этом это ни в коем случае не означает того, что человек может проявлять пассивность, лежать на диване, предоставляя Богу действовать. Действие Бога в человеческой жизни проявляется именно в том, что человек активно ищет спасение. Это можно сравнить, например, с любовью, когда юноша и девушка полюбили друг друга, и в поэзии всех народов постоянно говорится о том, что любовь — это дар, это то, что человека застигает, это не то, что он вырабатывает личным подвигом, но дальше, когда эта любовь воспоминялась в их сердцах, они искренне и сильно и преодолевая препятствия, желают вступить в брак и желают составить семью. Можно считать, что любовь является даром, который они получили, но дальше, исходя из этого дара, они с усилием действуют для того, чтобы, преодолев все возможные преграды, вступить в брак и сделаться семьей. Точно так же благодать Божия является сверхъестественным даром от Бога, но это ни в коем случае не значит, что человек, получивший этот дар, пассивен, напротив, он в высшей степени активен, и он ищет и стремится, и старается достигнуть Царства Божия. Апостол продолжает. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защищении, утверждении и богоествовании, вас всех, как соучастников моих благодати». То есть апостол говорит, ему должно помышлять о филиппийцах, как о людях, которые призваны Богом, в которых действует Бог, направляя их ко спасению, и через них действуя ради спасения других людей, поскольку они боговествуют. И здесь апостол нас научает смотреть на других христиан под определенным углом зрения. Вот есть известная фраза про то, что пессимист считает, что стакан наполовину пуст, а оптимист, что стакан наполовину полон, и можно это отнести к людям. Человек может видеть в окружающих его христианах недостатки, грехи, пороки, реальные или предполагаемые. Все люди немощные, все спотыкаются, что-то всегда можно найти плохое, а может и видеть в них людей, которых призвал Бог и в которых Бог действует. И вот эта вторая точка зрения, она более правильная, это более правильная оптика. Есть сказка про зеркало троллей, осколок которого может попасть человеку в глаз, и человек начинает видеть во всех людях только плохое. И вот апостол нас научает тому, что христианский взгляд на людей противоположный. Христианский взгляд, особенно на других членов церкви, когда нам в глаз попала благодать Божия, мы видим в людях Божие действия, и мы видим, как в церкви действует Бог. Бог свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы вы, познавая лучшее, были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Любовь все более возрастала во всяком познании и всяком чувстве. В всяком чувстве и всяком познании там речь идет о способности людей делать правильный выбор, различать вещи, понимать, что важно, что не важно. Любовь, она проявляется не в наших переживаниях, она проявляется в решениях, которые мы принимаем, и любовь, конечно, должна быть сопряжена с мудростью, со способностью различать, что послужит на пользу людям, что не послужит. И апостол молится о том, чтобы они были чисты и непреткновенно в день Христов, то есть в день страшного суда. Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. В жизни христианина Иисус Христос являет плоды праведности. Человек, который пребывает в общении с Иисусом Христом, человек, который пребывает в Церкви Христовой, он являет плоды праведности. И эти плоды праведности, они идут в славу и похвалу Божию. То есть христианин — это не человек, который прославляет себя, это человек, который прославляет Бога. Святые, они прославляют Иисуса Христа. Когда человек взирает на святого, он как бы видит Иисуса Христа. Через святого просвечивает Иисус Христос. И поэтому святые ищут, конечно, не свои славы, но славы Божии. Благодаря святым мы узнаем, кто такой Иисус Христос. Когда мы видим добрых и праведных и богочестивых людей, они напоминают нам об Иисусе Христе. Они являются, если использовать такой оборот, вид со Христами, как Христос говорит, как меня послал Отец, так я посылаю вас. И святые люди, они отражают свет Христов, они его транслируют в этот мир. И взирая на святых людей, люди понимают, как выглядит Иисус Христос, кто он такой. — Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху богоествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев о Господе, ободрившись узами моими, начали с большой смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать богоествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве с содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Апостол пишет об обстоятельствах его. Обстоятельства его состоят в том, что он сидит под стражей. То есть он находится в вузах. И это то, что, конечно же, любого человека может привести в глубокое уныние, особенно учитывая, что условия содержания в Римской империи заключенных были еще более суровыми, чем сейчас. И в любом случае человек, который находится под стражей, а под стражей он находится, потому что его хотят убить его собственные однокажетники. После того, как он обратился ко Христу, римляне его взяли под стражу. Он находится в ожидании суда Кесарева и, вероятно, в ожидании смерти. И он все это понимает, что да, ему предстоит, и он об этом имеет все основания догадываться, ему предстоит моченический венец. Он находится под стражей. И как он на это реагирует? Он пишет, что его обстоятельства послужили к большему успеху богоествования. То есть его во всем этом интересует успех богоествования. Вот это поразительный пример человека, который посвящен Богу и которого поэтому невозможно привести в уныние или испугать. Его посадили под стражу, и он богоествует. Его подвергают истязаниям, и он богоествует. Его гонят, и он богоествует. Он находится в самых тяжких обстоятельствах, но у него есть ради чего жить и ради чего умирать, и он счастлив. Человек, который посвятил себя Богу, счастлив в самых тяжелых обстоятельствах. И дальше он говорит о неких людях, которые по зависти и любопрению проповедуют Христа. Возможно, речь идет о неких людях, которые стремятся себя лично превознести, утвердить свой авторитет за счет того, что они проповедуют Христа. Но апостол готов к этому отнестись спокойно, потому что он видит, что через это имя Христово распространяется и прославляется, и люди говорят об Иисусе Христе. И мы видим, что хотя это причиняет ущерб ему, лично Павлу, он к этому относится совершенно спокойно. Лишь бы Христос прославлялся. И его главная цель, я ни в чем посрамлен не буду, но возвеличится Христос в теле моем жизнью, то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. То есть апостол Павел полностью посвятил свою жизнь Иисусу Христу. И он радуется, когда он жив, тем, что он может возвеличивать имя Христово. И он радуется тем, что он умрет, потому что этим будет возвеличен Христос. Чтобы не произошло в его жизни, этим будет возвеличен Христос. И часто мы страдаем, даже находясь в полной безопасности, живя в полном комфорте, особенно по сравнению с теми временами, да и большую часть времен в истории люди жили намного хуже, но мы часто испытываем какие-то страхи и беспокойства, и что будет с нами. И вот апостол показывает мощное средство от любых страхов и беспокойства. Он говорит, а что бы ни случилось, этим будет прославлен и возвеличен Христос. В общем, апостол находится в реальной тюрьме, перед реальной угрозой смерти. И он говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. «Если же жизнь в опоте доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. А оставаться в опоте нужнее для вас». Апостол приветствует смерть, и он знает, что после смерти он будет со Христом, и это для него является невыразимой радостью, невыразимым утешением. То есть он воспринимает смерть не как угрозу, не как что-то наводящее ужас. Напротив, он видит там за вратами смерти Христа, и он радуется, что он увидит Христа. И он остается здесь, на земле, потому что он хочет послужить людям. Он хочет... Это нужнее для вас, нужнее для самих филиппийцев, для других христиан, о которых заботится апостол. И мы видим, как он в этих своих невыносимых обстоятельствах исполнен радости, потому что он видит открытые врата небес, он видит там Иисуса Христа, и он знает, что он туда отправляется. «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала вашего Христа Иисуса умноживать через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно богоествования Христова, чтобы мне, приду ли я, увижу ли вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сия от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Апостол, возвещая такую надежду филиппийцам, показываем пример такой надежды, он призывает их жить достойно богоествования Христова, то есть жить, исходя из того, что Христос воскрес, нам даровано вечная жизнь, нас ожидает вечное спасение. И если мы дадим этой реальности проникнуть в наше сердце, мы научимся исходить из нее, это полностью преобразит нашу жизнь. И апостол пишет филиппийцам, которые сталкиваются с враждебностью, сталкиваются с гонениями, и это опыт для церкви, много раз повторявшейся в истории, относительно недавно еще в нашей стране, быть христианином значило подвергаться притеснениям как минимум. Сейчас во многих странах быть христианами просто смертельно опасно. Но апостол говорит, не страшитесь ни в чем противников, для них-то есть предзнаменование погибели, для вас спасение. Бог дает не только веровать в Него, но и страдать за Него. То есть возможность пострадать за Христа — это великий дар от Бога, дар, который обернется вечной славой. И в этом отношении апостол указывает на себя, что он таким же подвигом, как вы видели во мне, и ныне слышите о мне. То есть апостол — это не тот полководец, который сидит в штабе, отдает приказы, это тот, кто находится на передовой и терпит опасность и раны еще прежде тех, кого он призывает последовать за ним. Мы с вами прочитали первую главу послания святого апостола Павла к филиппийцам. Мы делаем это в рамках библейского портала «Экзигет.ру». «Экзигет.ру». Продолжение следует... Продолжение следует...